Урочистости с нагоды дня вызволения города начались в мемориальном комплексе Брестская крепость-герой. В месте, где началась Великая Чыная и гордовалась перемога. 28 липня 1944 года войски Первого Белорусского фронта провели в Бресте вызволенную операцию и очистили город от фашистской навалы. 75 лет Брест существует под мирным небом. Но вспоминные про трагичные эпизоды Великой Чыны не стерцы с памяти тех, кто гордовал Великую перемогу. Тяжело было, но сражался и малый, и старый. Нашу семью предали. Мать, отца, сестру 18 лет. Братика три года бросили в яму живого, пожалели на него пулю. Это самый настоящий фашизм. Берегите нашу прекрасную Родину. Несмотря что прошло столько много лет, я не могу это спокойно вспоминать. Поменьшовать город над Богом и отдать зданину поваги тем, кто вызволял город от немецко-фашистских захопников, пришли представники УЛАД, ветераны и простовчане. Кветки до вечного огня усклав и старшиня Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь Михаил Мяснякович. Хочется в очередной раз склонить головы перед мужеством, героизмом этих людей, которые первыми встретили войну. И еще раз поклониться и высказать слова благодарности, признательности за то великое дело, которое они отстаивали. Уповноваженный президент по Брестской области признался, что с городом над Богом у него связаны самые теплые успомины. Подчас в учебу у Брестским инженерно-будовнишем институте он принимал отдел у створения мемориального комплекса. Михаил Мяснякович означал и серьезные изменения у инфраструктуры до 1000 года города. Это новый город, это замечательные объекты. И в подготовке этого мероприятия, достойной подготовки, участвовала вся страна. Республика внимательно рассмотрела все предложения и были изысканы большие достаточно средства для того, чтобы сделать достойный подарок для брестчан. Усяго в ГЭТ гасион не могло не быть, калебу с пякотным липень 44-го Червоная армия не вызволила Брест от фашистов. Когда я пришел в Брест в 54-м году, тут кроме исполкома и этого банка, тут не было здания выше двух этажей. Пограничная полоса, ни предприятия особо не было. В основном железная дорога. Вот на глазах, конечно, весь этот город у меня вырос. Я благодарю государству, я обеспечен. Я не обижаюсь на свой дом. Вот, меня не обижают. И слава Богу, можно жить, сколько придется. Сегодня над сучасным и пригожим Бреста мирное небо. Усего это дякуючи бессмертному подвигу солдат Великой Ачиной, яким мы должны гонориться. Диана Мишук, Сергей Мацвичук, телерадио компания Брест.